Крым поставил крест на Тавриде. Общество. Крым российский 23 сентября 8-18 Крым поставил крест на Тавриде. Почему официальный Симферополь внезапно отказался от названия, корни которого уходят в глубокую древность? Илья Сергеев. Комментарии в просмотров 8712. Фото. Алексей Павлешак. ТАСС. Недавнее единогласное переизбрание Сергея Оксенова главой республики не стало неожиданностью. Депутаты Госсовета вели себя до предела предсказуемо. Куда как круче интрига развернулась вокруг возможного изменения официального названия полуострова. Причем идею сразу же оболгали. Правительственные медиа Симферополя начали вопить о бессмысленном переименовании Крыма в Тавриду. На самом деле, никто не говорит о замене обозначений. Предложение звучало как республика Крым Таврида. Однако буквально взвелись против нового имени номенклатурные. VIP-ы, объединившиеся с пятой колонной Меджлиса. Итак, из истории вопроса. Первым инициативу вернут Крыму дополнительное историческое название Таврида озвучил руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус. Его горячо поддержал Георгий Мурадов, вице-премьер правительства РК, он же постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации. Георгия Львовича крымчане знают как мудрого, образованного и, главное, чрезвычайно дальновидного человека. По национальности армянин, он вовсе не склонен к личным политическим эскападам. То есть, общественность была уверена, что дополнение в названии республики одобрено Кремлем. За возвращение исторического имени выступила экс-прокурор РК, депутат Госдумы Наталья Поклонская. Представитель исполнительной власти Крыма в Совете Федерации Ольга Коветиди сказала, что вопрос о втором названии ставить можно и нужно. Зеленский построит новый город, глядя на который, русским станет стыдно за Сочи президент Украины зовет инвесторов, чтобы с нуля возвести на берегу Черного моря чудо-курорт. «Я как русский человек, который хорошо знает историю Крыма, высказался бы за восстановление исторически справедливого названия полуострова Таврида», заявил член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель русской общины полуострова Сергей Цыков. Сенатор напомнил, что после издания Екатериной «Ти» манифеста о принятии полуострова Крымского, острова Тамань не всей Кубанской стороны под российскую державу и этот край получил название Таврическая область. Естественно, под управлением князя Потемкина Таврического. Я за то, чтобы дискуссия по этому вопросу велась. Учитывая, что Крым – это бренд, название, известное во всем мире, можно было бы назвать полуостров Крым-Таврида. В России уже существует подобный опыт, когда регионы носят несколько названий, например, Саха-Якутия или Северная Осетия-Алания, убежден Цыков. Многие поддерживают название Таврида, согласен председатель Союза ветеранов русского движения Крыма Сергей Шувайников. В Таврике крестился князь Владимир, в Тавриде утверждалась Россия. В Крыму утверждалась только Турция. Похожая позиция у известного симферопольского публициста и общественного деятеля Алексея Васильева. Наш полуостров назывался Тавридой, Таврикой, более 21 века в доимперский и в имперский период отечественной истории. Крымом же он был в три раза меньше в годы Крымского ханства, и при Советском Союзе, потому вернуть историческое имя Таврида уместно и справедливо. Действительно, двойные названия республик в российской державе нормально, культурно, исторично и, как говорится, на будущее. Осетия, Алания и Якутия-Осаха никого не смущают. В самом Крыму слишком много той самой Тавриды, чтобы оставлять это без должного внимания. И тем более совершенно невероятной оказалась нервная реакция двух руководителей региона. Внезапно и предельно резко потребовал прекратить дискуссию Сергея Ксенов. Обсуждение темы по переименованию Крымов Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны. В 2014 году на родину в Российскую Федерацию вернулась Республика Крым. Это название мы должны сохранить. Давайте заниматься делом, такое указание глава РК выставил на своей странице в соцсети. Следом председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что не допустит появления второго официального названия Крыма до тех пор, пока будет спикером. Кстати, в минувшую пятницу Владимир Андреевич возглавил Крымский парламент уже в четвертый раз, два срока отбыв при Украине. Я категорический противник вот этих идей. Считаю аморальными спекуляции на подобных вопросах. У нас в Крыму есть, чем заниматься, у нас колоссальный объем задач и проблем. Мы вот эти слова Республика Крым выстрадали, они нам не просто дались. Для нас эти слова значат очень важное, прошли через сердце каждого. А второе, Крым после Крымской весны знает весь мир. А завтра спросят и Таврида, и мы будем все рассказывать, что когда-то это было. Ну зачем? Предупреждает Константинов. Пока я спикер, этого не будет. Очень похоже выступил влиятельный крымский политик, зампред комитета Госдумы по делам национальности Руслан Бальбек. На самом деле полуостров назывался Тавридой, Таврей, Таврикой, когда на его берегах селились еще древние греки. Сначала эллины окрестили так только южную оконечность современной республики, а в средневековье Тавридой называли полуостров целиком. Современное название Крым стало широко использоваться с 15 века. Предположительно, слово пошло от названия города Крым, который был резиденцией хана Золотой Орды во время нашествия монголов на Причерноморье. Имеет тюркский корни и переводится как кров. Властные представители татарской общественности, конечно, будут за Крым. А герои Крымской весны 2014, те, что в высоких кабинетах, будут держаться за недавние заслуги. И конечно, их можно понять, размышляет журналист Алексей Васильев. Но в многовековой героической истории нашего полуострова было много славных весен, лет и зим, которые прославили нашу землю. Неужели выпячивая свои весьма скромные заслуги, мы забудем о подвигах наших предках, которые ценой своей жизни закрепили на этой части земли имя Тавриды. Агентство Крыминформ провело тематический опрос на Телеграм-канале. Как минимум 50% респондентов выступили за историческое добавление к официальному названию. Однако внезапно сеть заполнили комментарии противников. МИД Эстонии, мы не просили русских нас от Гитлера освобождать. В Таллине разразился скандал из-за заявления посла РФ об изгнании нацистов из Прибалтики. На аватарке Джамиева подбитый советский танк и торжествующие душманы. Однозначно против выступила упражненька Ялта актриса Эвелина Блиданс, Крыму не нужны дополнения. Это настолько мощное слово само по себе, настолько мощная энергетика идет от полуострова, что к нему еще что-то приписывать, я считаю, абсолютно не нужно. Но есть и другое мнение. Свою позицию горячо высказали маститый крымский литератор Сергей Юхин и суперпопулярный блогер Сандра Кириак, Александр Киряков. Последний пост Сандра собрал невиданную тучу лайков. Таврида подчеркивания «Я здесь живу» и эта тема останется. Категоричных запретов и тем более такого шума с требованием прекратить не нужно сейчас, а особенно из официальных документов. Запрещать нельзя. Юхин все четко расписал и я с ним согласен. 1. Таврида это абсолютно масс-медийный отсыл к Екатерине Великой, империи, державности и вообще. Владимир Таврический, да. 2. Это христианский маркер. Не. Q.R.M. Но Таврида 3. Идеологический задел на расширение территорий. Таврическая губерния гораздо больше Крыма, там еще есть временно оккупированные Украиной территории. Карта Таврической губернии, для услады глаз. На Старой Таврической карте это нынешняя Херсонщина, вся Днепропетровская область, Запорожский край и добрая треть Донбасса. Есть что вспомнить, есть куда шагать. Свою оценку ситуации дал еще один известный блогер, постоянный автор «Эхо Москвы» Александр Горный. Не подполят ли бандеровцы нефтезавод Кума Путина Медведчука в Ростовской области дронами? Атака беспилотников на НПЗ. Сауди Арамко открывает новую эру беспилотного терроризма. Как бы там ни было, приказ закрыть рты недвусмысленно поясняется требованиями политкорректности. Словно происходить дежавю прошлогодних событий с выбором имени нового аэропорта Симферополь. 4 декабря организаторы проекта в прямом эфире телеканала «Россия-1» сообщили, что главная воздушная гавань полуострова получает имя выдающегося художника-мариниста Ивана Айвазовского. Хотя несколько месяцев подряд в голосовании онлайн устойчиво побеждала Екатерина, ненавистная радикалом. Два десятилетия подряд боевики Мустав и Джимили Василой запрещали восстанавливать Симферопольский монумент императрицы и ее сподвижникам Потемкину, Долгорукову, Суворову. Только после возвращения в родную гавань исторический памятник вновь поднялся на своем месте. Когда в рамках общенационального проекта «Великие имена России» Республиканская общественная палата утвердила список из десяти имен знаменитых соотечественников, Самое большое количество голосов на специальном заседании Совета палаты набрала Екатерина Великая. Екатерининский аэропорт звучало реально круто. Однако в течение нескольких последних дней были обработаны бумажные анкеты из регионов. Результат сводной статистики – побеждал маринист, и лишь треть занабрала матушка-императрица. А как иначе, если еще 24 октября глава Крыма Сергей Аксенов лично отдал свой голос за Ивана Айвазовского, сообщив об этом в Facebook, на мой взгляд, фигура Айвазовского является символичной для многонационального Крыма. Зеленский затеял новую игру с Кремлем. Войну в Донбассе заворачивают в обертку Штайнмайера. В списках почему-то нет славянских или греческих фамилий. Вообще ни одной. Хотя по данным последней переписи, русские и украинцы Бахчисарайского района составляют 63 тысячи человек, а татары – 21,2 тысячи. Зато заселяются активисты полян протеста. Немало новоявленных землевладельцев бородачей плохо говорят по-русски. Как получали гражданство РФ. О чем думала здешняя администрация, утверждая явно провокационное решение по земле. Тут есть такие деятели, что по настоянию спецслужб несколько участков все-таки отобрали. Остальные потихоньку строят весьма нехилые дома. Самое интересное, новую улицу назвали имением Василия Джарты одиозного украинского политика, земляка Януковича по прозвищу Васабита, председателя Совмина Автономной Республики Крым в 2010-2011 годах. Именно Джарты по ходатайству меджлисовских вождей приказал силой снести поклонный крест, установленный в честь морской пехоты феодосийского десанта. Люди отстаивали крест, украинский спецназ бил нещадно, лилась кровь. За это глава правительства получил каракулевую шапку из рук самого Мустафа Джимилева, а вскоре сгорел от рака желудка. И вот уже в российские времена прямо у трассы Таврида появляются улицы Джарты. Крымчане спрашивают, чьих имен надо ждать еще Бандеры, Ющенко, Коломойского. Верховный суд Республики Крым 26 апреля 2016 года признал общественное объединение Меджлис Крымско-Татарского народа и экстремистская организация и запретил его деятельность в России. Крым российский, Севастополь, вчера ненавидели Бандер. Сегодня возмущаются кавказцами новости Крыма. В Нидерландах спрятали скифское золото до решения суда.